Иисус умер, чтобы устранить наше плохое. Он умер на кресте, чтобы устранить все плохое, и чтобы мы с вами могли иметь все хорошее. Последуйте ходу моей мысли. Он умер, чтобы устранить все плохое, чтобы у нас было все хорошее. Мы должны быть внимательны в том, чтобы не бесчестить то, что произошло на кресте. Нам надо быть осторожными со своими попытками быть религиозными. Этим мы бесчестим то, что Иисус делал на кресте, когда пролил за нас свою кровь. А что Он сделал на кресте? Заплатил цену за наши грехи. Ну а что это значит? Кто из вас раньше слышал эту фразу? «Иисус заплатил цену за наши грехи». Итак, если Он заплатил, в прошедшее время, цену за наши грехи, то почему мы думаем, что Он будет постоянно платить за то, за что Он уже заплатил? Мы не обращаем внимания на ежегодное празднование, которое происходит у нас. Иисус умер, чтобы устранить наше плохое. И теперь я могу ожидать только хорошего, потому что Он умер, чтобы устранить мое плохое. Вот в чем дело. Раз Иисус умер, раз Он был изъязвлен за наши грехи и мучим за беззакония наши, раз Он умер и заплатил цену за наши грехи, раз Он умер и заплатил цену, чтобы мы были исцелены, то возвращаться к собственным усилиям, уповать на свои способности более, чем на то, что Иисус сделал на кресте, это гордыня. Бесчестие, когда вы возвращаетесь к собственным усилиям, к зависимости от своего поведения, к попыткам исполнить требования закона, как если бы Иисус ничего не сделал. Но именно это мы и делаем. И делаем постоянно, потому что нам трудно понять, Иисус все сделал. Я имею в виду, что нам, христианам, надо научиться, как быть хорошими получателями. Мы увязли в своих попытках достигать, потому что всю нашу христианскую жизнь нас учили. Сделаешь плохое — получишь плохое. Сделаешь хорошее — получишь хорошее. Но теперь Иисус забрал все плохое, чтобы мы могли получить все хорошее. Какое оскорбление для Него, когда мы возвращаемся к закону. Чтобы получить доброе, я должен делать добрые дела. Или когда мы говорим, «Я поступил плохо, и теперь хорошего не получу». А Иисус говорит, «Я устранил все плохое, чтобы у вас было право на все хорошее». Послушайте, звучит просто, но вот что мы делаем. Когда приходит время получить исцеление, получить благословение, получить продвижение, преуспевание, но этого не происходит, знаете, что мы делаем в первую очередь? Возвращаемся к истории своей жизни и выискиваем плохое. Мы оправдываем неполучение благословения тем плохим, что нашли в истории своей жизни. В это самое время вы отпадаете от благодати и снова впадаете в собственные усилия, потому что говорите, «Я не заслуживаю хорошего, потому что сделал плохое». И вот теперь, выяснив, что я сделал плохое, я должен своим поведением устранить эффект плохого, пока не почувствую, что заслуживаю хорошего. Всё понятно, о чём я говорю. Мы все это делаем. Я сказал это в такой форме, но всем понятно, о чём идёт речь. Мы продолжаем это делать. Ранами его вы исцелились. Есть ли какое-либо сомнение в том, что наше исцеление совершилось на Голговском кресте? Оно было совершено, верно? Тем не менее, когда ваше физическое тело подвергается атаке, первое, что вы делаете, это возвращаетесь к истории своей жизни, выискиваете плохое, говоря, «Возможно, это наказание за то, что я сделал 10 лет назад, или 2 года назад, или в прошлом месяце. Может быть, я не заслуживаю исцеления». Но когда вы своими усилиями пытаетесь заслужить исцеление, это гордость. Вы думаете, что должны сделать то, что Иисус сделал для вас. А истина в том, что вы не должны делать то, что Иисус сделал для вас. Вам необходимо принимать то, что Иисус сделал для вас. Вам надо быть хорошими получателями, верящими в то, что все сделанное на кресте было завершено. Знаете, что вам надо делать каждый день? Знаете, что значит делать дела Божьи? Это значит не уповать на свои дела. Если вы изучите этот вопрос, то поймете, делать дела Божьи — это значит верить Богу. Это значит верить Ему. Нужно проводить все свое время, веря Богу. Я верю в то, что принимаю. Я принимаю то, принимаю это. Ваша жизнь, как христиан, должна быть жизнью тех, кто принимает от Бога. Я принимаю, я принимаю. Но вот приходит враг и начинает внушать вам мысли, стараясь убедить вас. Да как ты можешь что-то получить от Бога? Вспомни свое поведение за последнее время. Вам необходимо отвечать дьяволу. Вам надо сказать, «Я не слушаю тебя. Я принимаю хорошее, потому что Бог понес на себе все плохое». Вы слышите, что я вам говорю? В каких областях жизни вы все еще стараетесь стать достойными? Но это — оскорбление Иисуса, потому что Он сделал вас достойными. В каких областях своей жизни вы чувствуете, «Вот тут мне надо лучше себя вести. Здесь надо добиваться лучших результатов, чтобы получить благо от Бога». Это — оскорбление Иисуса. Иисус своей кровью впитал все ваше плохое, чтобы вы имели право на все хорошее. «Плоть любит быть под законом». Почему? Потому что закон предоставляет ей возможность что-то делать. «Плоть любит быть под законом, потому что она должна что-то делать. Но ваш рожденный свыше Дух любит быть под благодатью, потому что Он может принять то, что уже было сделано. Поэтому нам надо остерегаться мыслей. Мне надо своим поведением заслужить то, что Иисус делал на кресте. Все, что мы принимаем от Бога, мы принимаем через Голгофский крест». Почему я это говорю? Потому что все доступное нам пришло благодаря тому, что Иисус пролил свою кровь и умер на кресте. И теперь через Голгофу, по вере, мы принимаем свое исцеление, избавление. Мы принимаем все, что Иисус делал в тот день. И Он лишил начальства и власти тьмы, и демоны ада ограничены что-либо сделать с нами. Они ограничены, у них нет силы против нас, потому что Иисус лишил их силы. Так что они теперь делают? Они пытаются говорить с нами, пытаются обмануть нас, внушая мысли. В этом они преуспеют, если мы не будем пребывать в Слове и не будем знать, что Иисус делал для нас. И я говорю вам, верьте мне, Дитя Божье, мы об этом и говорим сегодня. Иисус все совершил, все уже сделано. Вы можете принять все свои победы. Они уже одержаны, но вам надо их получить. Процесс передачи запущен. Вам надо просто получить. Мы, как христиане, именно это и делаем. Мы получаем, принимаем. Мы принимаем исцеление. Мы принимаем избавление. Мы принимаем преуспевание, мы принимаем продвижение, мы принимаем мудрость, мы принимаем всё. Вот что я хочу донести до вас. Вернёмся к нашей сегодняшней теме. Я очень хочу рассказать вам. Вот когда вы увидите сверхъестественную силу Божью, когда придёте к концу собственных усилий и скажете Богу, «Я не могу этого делать, но Ты можешь». Потому что до тех пор, пока у вас есть собственный план, вы понимаете, о чём я говорю? Не надо превратно толковать мои слова. Пастор сказал, что планировать не надо. Вы понимаете, что я говорю. Пока вы зависите от своих способностей, а не от Божьих, Богу нет нужды вмешиваться. Богу нет необходимости что-либо делать, потому что вы думаете, что сами справитесь. Вы думаете, что не нуждаетесь в помощи Бога, и справитесь сами. Вы полагаетесь на всё, что можете сделать вы, на то, чего вы можете добиться. Вы уповаете на свои силы. Так зачем Богу действовать? И Он не будет действовать. И дело даже не в том, что Он не будет действовать, а в том, что Он уже всё сделал, но сделанное им доступно только тем, кто пришёл к концу упования на себя. Вы больше не надеетесь на свои способности, не надеетесь на собственные усилия. Вы больше не считаете, что можете через своё поведение заслужить то, что уже было сделано Иисусом. Я хочу, чтобы вы запомнили. Суть отношений Бога и человека — все эти отношения сводятся к следующему. «Я не могу, но Ты, Боже, можешь». Такова суть. «Я не могу, но Ты можешь». Я говорю вам, когда вы проходите через испытания, то, ложась спать, прокручиваете в своей голове, «Иисус умер, чтобы убрать моё плохое, и чтобы я мог иметь благо от Него». А если я ожидаю плохого вместо того, чтобы ожидать хорошего, тогда с моей стороны это — гордость. Это значит, что в свои способности вы верите больше, чем в Божьи способности. Вы все слышите, что я говорю? «Слава Богу!» И это разрушает наши религиозные представления, потому что всю жизнь нас учили — «сделаешь плохое — получишь плохое, сделаешь хорошее — получишь хорошее». Мне надо тяжело трудиться ради хорошего, чтобы получить его. В Ветхом Завете именно так и было. Он был основан на принципе, что сделает тебе Бог, зависит от твоих действий. Если не будешь поступать хорошо, Бог для тебя ничего не сделает. Однако в Новом Завете вы не в центре уравнения. Бог поклялся самому себе. «Я буду верен вам, даже если вы не будете верны Мне». Вот в чём дело. Большинство людей, услышав это послание о благодати, приходят к такому выводу. «Если будете так учить, то люди будут плохо себя вести. Но они и сейчас себя плохо ведут». Вот чего они не понимают. Конечно, Бога интересует ваше поведение, и вам надо следить за Ним. Но вот чего люди не понимают. Когда вы пригласите совершенную, потрясающую любовь в свою жизнь, эта любовь будет удерживать вас от зла, удерживать от греха. Вы знаете, что я говорю? Любовь будет изменять ваше поведение. Вам необходимо помнить, когда Бог излил в ваше сердце свою любовь, когда в Него пришёл Дух Божий, в Него пришли и плоды Духа. И когда вы покоритесь этой любви, а наилучший путь покориться любви Божией — это осознать, как много было вам прощено. Кому много прощено, тот много и возлюбит. Вот что так трогает моё сердце. Иисус это сделал для меня. Я могу сильно любить Его, но Бог говорит, «Вы даже не знали, как любить Меня, пока Я не возлюбил вас первым». Мы постоянно сосредоточены на своём поведении по причине закона. Некоторые говорят, «Мы боимся говорить людям, что все их грехи прощены, что Бог не вменяет им их грехов. Мы боимся, что это приведёт к тому, что люди пойдут и будут грешить». Не будут. Они скажут, «Посмотрите на этого любящего Бога». Люди будут переживать любовь Бога, и Его любовь изменит их поведение. И нам незачем беспокоиться о том, что люди будут плохо себя вести. Любовь Божья обладает свойством изменять плохое поведение. Но вот что мы делаем. Мы идём на компромисс. Вопросе истины. Боясь, что истина даст людям свободу грешить. Но нельзя идти на компромисс в вопросе истины. Если вы будете правильно верить, вы будете правильно жить. Но если вы верите неправильно, то и жить будете неправильно, не понимая, почему вы живёте неправильно. Это могущественное помазание, эта могущественная сила приходит вместе с любовью Божией. Когда она приходит в ваше сердце, вы говорите, «Посмотрите, что сделал Бог». Знаете, когда вы действительно под благодатью и действительно рождены свыше, вы, услышав об этой потрясающей любви, не сможете игнорировать её. Услышав эту благую весть, вы не сможете возвращаться к прошлым глупостям. Вам будет неприятно, и вы не сможете преодолеть это чувство. Вам будет неприятно. Бог говорит, «Да, можешь это делать, если хочешь. Я всё равно буду любить тебя». А вы думаете, «Я не хочу этого делать, ведь Бог любит меня». Вот об этом мы не размышляем. Мы рассуждаем о том, как быть профессиональным христианином, о том, как исполнять правила. Но если вы исполняете правила, исполняете требования, вы вернулись к букве закона. Буква убивает, а Дух животворит. Бог хочет показать вам истину. Вы спросите, «Почему я снова, снова и снова проповедую одно и то же?» Мои проповеди шокируют традиционное церковное умонастроение. И я знаю, знаю, что шокируют. Слава Богу! Но когда вы начинаете размышлять о любви Божьей, когда вы пребываете в этой любви и размышляете о том, что сделал Иисус, чем больше вы размышляете, тем больше понимаете, что у Бога уже нет осуждения, чтобы излить на вас. Нет гнева, чтобы излить на вас. Бог не вменяет вам ваши грехи. Почему? Потому что всё осуждение, предназначенное для нас, Он излил на тело Своего Сына. Гнев и ярость, предназначенные для нас, Бог излил на тело Своего Сына. Он излил расплату за грехи на тело Своего Сына, Иисуса Христа. Вы понимаете, этот человек занял моё место. «Всё это Он сделал для меня». И что происходит? В ваше сердце приходит свет, приходит Божья любовь, приходит сила, приходит воздержание от грехов. По прошествии времени грех уже не является привлекательным для вас, потому что вы постоянно думаете об этой изумительной любви. «Всё это время, всё, что вам было нужно, это Иисус. Всё, что мне нужно, это Ты, Господь. Всё, что мне нужно, это Ты. У вас были разные цели и стремления, но всё это время, всё, что вам нужно, это Господь. Я думаю, нам надо воздать хвалу Богу, воздать за это хвалу Господу». Аллилуйя! 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 Но нам надо быть получателями, получателями всего, что сделал Господь. Пусть Дух Божий ведёт вас во всём, что вы делаете. Пусть вашим руководителям не будет закон или слова других людей. Дух Божий может повести вас пойти к врачу. Старые христиане скажут, «У тебя нет веры, раз ты пошёл к врачу». Минутку, вы вернулись к закону, вы выдвигаете требования религиозной веры вместо того, чтобы позволить Духу Божьему вести вас в том, что вам необходимо делать. Вы слушаете, что я вам говорю. Люди, наполненные Духом, у которых есть знания, тем не менее переживают страхи. Обычно у людей больше проблем не с самой болезнью, а со страхами в связи с ней. Их мучают страхи и картины, которые рисует дьявол. Вас тревожат симптомы. Что это значит? Что будет дальше? И вас охватывает тревога, а затем и паника. И что надо сделать? Получить информацию, сделать всё необходимое, чтобы не позволить страху мучить вас. Вот что говорит Писание. Совершенная любовь. Это Божья любовь. Божья любовь, совершенная любовь, изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Тем самым Бог говорит, «Прими мою любовь и не подвергайся мучению». Поэтому, что бы ни происходило, вам грозит выселение. Судя по новостям, вы скоро лишитесь работы. Думайте так. Бог любит меня. Иисус умер, чтобы убрать всё плохое, и дал мне право ожидать от Него всё хорошее. О, слава Богу! Аминь? Так что вам ничего не надо бояться. Вам ничего не надо пугаться или бояться. Почему? Бог любит меня, и я знаю это. Главное — вера в Божью любовь. Знание о том, что Иисус делал на кресте. Знание о том, что у Бога больше нет гнева, чтобы изливать его на вас. «Теперь у меня есть лицензия на грех, и я пойду делать глупости. Если, услышав это послание, вы станете больше грешить, тогда я сомневаюсь в том, что вы спасены, и в том, что вы вообще познали благодать. Иначе не бывает. Если человек, услышав это послание, станет грешить, значит, он не был спасён. Он произнёс молитву покаяния, руководствуясь религиозными мотивами, но веры у него не было. Кто-то утверждает, что он верующий, и говорит, «Вы не можете судить меня. Но будьте осторожны. Если семя посажено, то вначале ничего не видно. Но пройдёт время, и семя произведёт корень. Корень произведёт дерево. Дерево произведёт ветви. Ветви произведут плоды. И эти плоды скажут всё, что нужно знать. Судите дерево по плодам, которые оно приносит. Не может быть так, чтобы рождённый свыше человек грешил всё больше и больше, в 10, в 20 раз больше, чем в начале пути. Тогда надо узнать. Слово Божье абсолютно правильно, и оно говорит, что такого быть не должно. Надо спросить, «А что же вы за дерево?» Вы скажете, «Я хорошее дерево». «Однако плоды, приносимые вами, говорят совсем другое». Многим не хочется задумываться об этом. Произнеся молитву покаяния, вы действительно уверовали или просто захотели получить страховку от попадания в ад. Я прочту аллегорию из 4 главы послания к Галатам, где закон, ввергающий людей в рабство, противопоставляется благодати, дающей людям свободу. Вся 4 глава послания к Галатам посвящена противопоставлению закона и благодати. В ней говорится, «Не возвращайтесь в рабство, не возвращайтесь к купованию на собственные усилия, пытаясь исполнить требования, но позвольте любви Божьей, позвольте обетованному Духу Божьему вести и направлять вашу жизнь, и вы увидите, как Божья любовь преобразит вашу жизнь. Приходит Божья благодать, делает все без ваших усилий, и вы думаете, «Как ты велик!» Все, что я делаю, это хожу в любви, принимаю любовь, которая исходит от Бога, и отдаю эту любовь другим людям. Над этим мы, христиане, и работаем. О чем говорит Новый Завет? О том, чтобы я обновлял свой ум и отдавал в жизнь других людей любовь, которую дал мне Бог. Вы ходите в любви Божьей и делаете то, что не могли делать раньше из-за страха, обиды и тому подобного. Я люблю Иисуса все сильнее, и никогда я не был так искренен в этих словах, как сейчас. «Гряди скорее, Господь Иисус!» Я очень хочу увидеть того, кто сделал такое для людей. Думаю, все мы говорили так, «Я даже не заслуживаю этого». «Как ты мог это сделать для меня?» «Как ты все это сделал?» И вы слышите тихий голос, «Потому что я люблю тебя». И вы думаете, «Вот это да!» «Но я даже не заслуживаю этого!» «Я не так хорош!» «Мне еще много надо над собой работать!» Но Бог отвечает, «Да, но Иисус все сделал для тебя, поэтому я не требую от тебя стараний быть хорошим. Принимай Мою любовь, и Моя любовь преобразит тебя». Иисус говорит, «Взирай на Меня, и чем больше будешь взирать на Меня, тем больше будешь становиться похожим на Меня». Понимаете, надо убрать с пути собственные усилия. Иисус сделал все очень просто. Взирайте на Него, принимайте Его любовь, и тогда ваша надежда не будет постыжена. Почему? Послание к римлянам, 5.5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Знаете, что это значит? То, на что вы надеялись, сбудется, потому что Бог проявит свою любовь в вашей жизни разными путями. Когда вы будете принимать благословение, это будет выражением любви Божьей к вам. Аминь. Хорошо. Давайте сейчас разберем это местописание. Я учил о нем раньше, но мы продолжаем углубляться. 21 стих. Давайте я еще раз скажу, что такое аллегория. Это символическое повествование, когда вы говорите о горе, но используете это слово, говоря о чем-то ином, когда гору используете как символ. Аллегория — это фигуральное описание предмета через использование образа другого предмета. Мы читаем о двух женщинах, бывших в жизни Авраама, и они символизируют два завета. Одна символизирует гору Синай, и Писание говорит нам об этом, используя аллегорию. «Итак, 21 стих». «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Расширенный перевод. «Скажите мне вы, склонные быть под законом, вы что, действительно послушаетесь того, что говорит закон на самом деле?» Мне нравится сказанное в расширенном переводе. «Вы склоняетесь к закону?» Послушайте, «Вы, хотящие исполнять закон?» «Вы хотите исполнять закон?» «Я буду исполнять десять заповедей, чтобы вы там не говорили». Чтобы вы не говорили, есть требования, которые необходимо выполнять. Надо формировать свое поведение, так что говорите, что хотите. «Вы все еще стараетесь исполнять требования закона, но апостол говорит, «Вы, желающие исполнять закон, хотя бы знаете, что он говорит?» Поразительно, что эти слова написаны в Писании, верно? Павел пытается убедить людей, чтобы их жизни изменились. 22 стих. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, от рабыни, от женщины, бывшей в рабстве, Авраам родился сын Исмаил, а другого от свободной, один от рабыни, другой от свободной женщины, двое сыновей. Исмаил родился от рабыни, а Исаак родился от свободной женщины». Следите внимательно. «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В связи с тем, что мы говорили, мы читали это местописание много раз, но в свете того, о чем мы говорили, обратите внимание на его слова. «Один сын родился в результате собственных усилий, по плоти, а другой родился по обетованию». Речь идет не только о том обетовании, которое Бог дал Аврааму, но также и о том, которое Бог дал нам, об обетованном Духе Божьем. «Он дал обетование тем, кто примет Дух Божий». Итак, Исмаил родился в результате собственных усилий. Родился по плоти. Авраам считал, что в этой ситуации... Ну что ж, самое время разобрать это место. Один родился по плоти, другой по обетованию. Книга «Бутие», 16 глава. Всю историю я не буду читать, но суть в том, что Сара предложила Аврааму лишь с ее служанкой, Агарью. Сара верила в то, что Авраам станет отцом многих народов. Она не верила, что произойдет это через нее, поскольку она была бесплодной. Поэтому Сара решила помочь Богу. Таков был ее план. Я не верю в то, что Бог сможет это сделать, поэтому мне надо приложить свои усилия. Постараемся, чтобы обетование Божье сбылось. Разве это не образ многих христиан сегодня? Я верю, что Бог может сделать, но надо приложить и свои усилия. Мы цитируем Бенджамина Франклина. «Бог помогает тем, кто помогает себе». Долгие годы люди думали, что это слова из Библии. Нет, это слова Бенджамина Франклина. «Лучше пусть у меня будет Иисус, чем золото и серебро». Некоторые говорят, что это слова из Библии. Нет, это сказал Кирк Франклин. Скажу, что такое аллегория. Это символическое повествование, когда вы говорите о горе, но используете это слово, говоря о чем-то ином, когда гору используете как символ. Аллегория — это фигуральное описание предмета через использование образа другого предмета. Мы читаем о двух женщинах, бывших в жизни Авраама, и они символизируют два завета. Одна символизирует гору Синай, и Писание говорит нам об этом, используя аллегорию. Итак, 21 стих. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Расширенный перевод. Скажите мне, вы, склонные быть под законом, вы что, действительно послушаетесь того, что говорит закон на самом деле?» Мне нравится сказанное в расширенном переводе. «Вы склоняетесь к закону?» Послушайте, вы, хотящие исполнять закон. Вы хотите исполнять закон. Я буду исполнять десять заповедей, чтобы вы там не говорили. Чтобы вы не говорили, есть требования, которые необходимо выполнять. Надо формировать свое поведение, так что говорите, что хотите. Вы все еще стараетесь исполнять требования закона. Но апостол говорит, «Вы, желающие исполнять закон, хотя бы знаете, что он говорит». Поразительно, что эти слова написаны в Писании, верно? Павел пытается убедить людей, чтобы их жизни изменились. 22 стих. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, от рабыни, от женщины, бывшей в рабстве. Авраам родился сын Исмаил, а другого — от свободной. Один от рабыни, другой — от свободной женщины, двое сыновей. Исмаил родился от рабыни, а Исаак родился от свободной женщины». Следите внимательно. «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В связи с тем, что мы говорили, мы читали это местописание много раз, но в свете того, о чем мы говорили, обратите внимание на его слова. Один сын родился в результате собственных усилий, по плоти, а другой родился по обетованию. Речь идет не только о том обетовании, которое Бог дал Аврааму, но также и о том, которое Бог дал нам, об обетованном Духе Божьем. Он дал обетование тем, кто примет Дух Божий. Итак, Исмаил родился в результате собственных усилий. Родился по плоти. Авраам считал, что в этой ситуации... Ну что ж, самое время разобрать это место. Один родился по плоти, другой по обетованию. Книга Бытие, 16 глава. Всю историю я не буду читать, но суть в том, что Сара предложила Аврааму лечь с ее служанкой, Агарью. Сара верила в то, что Авраам станет отцом многих народов. Она не верила, что произойдет это через нее, поскольку она была бесплодной. Поэтому Сара решила помочь Богу. Таков был ее план. Я не верю в то, что Бог сможет это сделать, поэтому мне надо приложить свои усилия. Постараемся, чтобы обетование Божье сбылось. Разве это не образ многих христиан сегодня? Я верю, что Бог может сделать, но надо приложить и свои усилия. Мы цитируем Бенджамина Франклина. «Бог помогает тем, кто помогает себе». Долгие годы люди думали, что это слова из Библии. Нет, это слова Бенджамина Франклина. «Лучше пусть у меня будет Иисус, чем золото и серебро». Некоторые говорят, что это слова из Библии. Нет, это сказал Кирк Франклин. И сегодня у нас церковь, где люди заняты тем, что говорят. Вот что говорит Слово. Я в это верю. Но надо приложить и свои усилия. Знаете, что происходит с христианами, которые постоянно делают это? Знаете, что с ними происходит? Они постоянно дают рождение Измаилам. Я верю в то, что Бог даст мне машину, но приложу-ка я и свои усилия. Это заканчивается тем, что они приобретают не ту машину. Я верю, что Бог даст мне это, но надо приложить и свои усилия. Вам надо научиться доверять Богу во всем, что вы делаете. Вам надо научиться. Даже когда вы принимаете таблетку, научитесь говорить, «Иисус, благослови эту таблетку, потому что я знаю, без тебя от нее никакой пользы не будет». Вам надо научиться молиться за своих врачей, возлагать руки на своего стоматолога, потому что уповаете вы не на них. И вам надо дать небесам знать, «Господь, я уповаю не на них, я уповаю на Тебя». Ты — источник моего обеспечения. Теперь послушайте. Девятый стих. «Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей, «Ангел Господень, умножая, умножу потомство Твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей, «Ангел Господень». Здесь речь идет об Иисусе. Каждый раз, когда вы читаете «Ангел Господень», это Иисус до того, как Он воплотился. Да. Аминь. И еще сказал ей, «Ангел Господень». Почему здесь сказано «Ангел Господень», когда можно было сказать просто «Ангел», как в других местах Писания? Но это «Ангел Господень». Каким это было откровением для меня, когда я читал о том, как «Ангел Господень» сказал Аврааму не убивать своего сына? Это был Иисус. Третье лицо Троицы до того, как Он воплотился. До того, как Слово стало плотью. Аллилуйя. Слава Богу. Одиннадцатый стих. И еще сказал ей «Ангел Господень», «Вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет диким человеком». Как бы вам понравилось, если бы вы были беременны, а я подошел бы к вам и сказал, «Он будет диким мальчиком». Руки его на всех, и руки всех на него. «Жить будет он пред лицом всех братьев своих». «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней с именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется». «И это та часть, о которой я говорил». Она даже не могла видеть источник. Он был там все время. Он был там все время, но пока не была снята завеса с ее глаз, она не видела. Пятнадцатый стих. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агарь Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Когда мы читали об Аврааме и Измаиле, ему было 86 лет. А здесь Библия говорит, что ему 99 лет. Таким образом, прошло 13 лет. За эти 13 лет, как видно из Библии, Бог ничего не говорил Аврааму. Давайте подумаем, почему. Авраам и Сара решили и сказали, «Господь, Ты сказал нам, что произойдет, но для того, чтобы это произошло, мы воспользуемся своим собственным планом». Сара сказала, «Я дам ему разрешение лечь с Агарью, потому что другого пути, как у него может родиться сын, мы не видим. Да и как это может произойти? Я точно не могу родить. Тебе 86 лет, ты тоже стар, но какие-то силы у тебя остались, поэтому используй свои природные способности, чтобы у тебя родился сын». Я вам уже говорил, «Пока вы не придете к концу своих планов, и пока вы не придете к концу собственных усилий, Бог будет молчать». Потому что, очевидно, вы не почувствуете необходимости в Боге, пока у вас не кончатся собственные идеи. Очевидно, вы не почувствуете необходимости в Боге, пока не увидите, что ваши методы не работают. Вы не чувствуете необходимости в Боге, так зачем он будет что-то говорить? Ему нечего вам сказать. У вас всё под контролем. У вас всё схвачено. Вы знаете, как исцелить себя, как избавить себя, как дать себе преуспевание. Вы берёте больше работы, работаете больше часов, вы знаете, как надо. Бога вы не слушаете. Так зачем Он будет говорить? Итак, прошло 13 лет после того, как Авраам собственными усилиями дал рождение. Мне нравится, как это сказано в послании к Галатам. Он дал обычное рождение. Не сверхъестественное, а обычное, обыкновенное. У Агарьи родился такой же ребёнок, как и у всех. Но, слава Богу, Сара родила ребёнка не такого, как у всех. И вы узнаете, что наша мама не Агарь, а Сара. Когда вы перестанете действовать, как все другие, и начнёте уповать на Бога, тогда вы начнёте видеть такое, чего все другие не видят. Потому что вы, образно говоря, развелись со своими собственными усилиями. Вы развелись собственными усилиями. Вначале Авраам действовал своими усилиями. Он не спрашивал Бога, не ощущал необходимости в Боге, не думал, что он нуждается в Нём. Поэтому Бог не появлялся в течение 13 лет. И вот Аврааму 99 лет. Бог пришёл тогда, когда у Авраама собственных сил уже не осталось. И обратите внимание на то, как Бог говорит о Себе. Точно так же, как Он говорил о Себе и раньше. «Я твой щит. Награда твоя весьма велика. Ходи предо мной. Будь непорочен, и Я благословлю тебя». Так и было. Вот что происходит. Бог приходит к Аврааму, у которого уже не осталось собственных сил и планов. Бог говорит, «Я обещал тебе не это. Я не обещал тебе Сына через твои собственные усилия. Я обещал тебе Сына через мою силу». Послушайте меня. О, Аллилуйя! Вы по-прежнему пытаетесь получить обетование Божье через Свои усилия или же через силу Иисуса? Через то, что Он сделал? Итак, прошло 13 лет. Собственных сил не осталось. И обратите внимание, как Бог говорит о Себе Аврааму через 13 лет. Послушай, Авраам, я Бог всемогущий. Это значит, что Он могуществен во всех областях вашей жизни. Аллилуйя! Говорю вам сегодня, дамы и господа, мы служим всемогущему Богу. В вашей жизни нет ни одной области, в которой Господь не могуществен. Он будет могуществен в ваших финансах. Он будет могуществен в вашем браке. Он будет могуществен в отношении ваших детей. Он будет могуществен в любой области вашей жизни, если вы позволите Ему. Если вы перестанете уповать на свою силу и дадите место могуществу Господа, укрепляйтесь Господом, говорит Новый Завет, и дальше «немогуществом силы своей». Это местописание мы хорошо знаем. Обращайте внимание на места Писания. Укрепляйтесь могуществом не своей, а моей силы, и тогда я смогу сделать то, что хочу для вас. Но вы продолжаете полагаться на свою собственную силу. Вы не достигли ситуации, когда пришли к концу упования на себя. Вы думаете, что сами всего добьётесь. Знаете, что вы делали последние 20 лет? Оставались тем же самым, потому что надеялись на себя. Не дожидайтесь времени, когда станете настолько старым, что не сможете наслаждаться благословениями. Пожалуйста, разведитесь с упованием на себя. Вместо того, чтобы думать о разводе с супругом, разведитесь с собой, а затем позвольте прийти Духу Божьему и сделать в вашем браке то, что своими усилиями вы сделать не могли. Приходит Бог и говорит, «Я могуществен во всех областях твоей жизни, Авраам. Как и Я и сказал, у тебя родится сын необычным, а сверхъестественным образом». И родился Исаак. Родился Исаак. И тогда Бог изменил их имена. Бог сказал, «Я изменю ваши имена, чтобы вы не думали, что в рождении сына есть ваша заслуга». Авраам стал Авраамом. Буква «Хэй» в еврейском алфавите означает «благодать». «Я дам благодать Аврааму». Так что теперь всё, что ты будешь делать, ты будешь делать по благодати. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, «Я не хочу ничего, кроме того, чему будет открывать двери благодать». Посмотрите, каждый раз, когда вы стараетесь открыть дверь своими усилиями, эффект длится недолго, и это ничто в сравнении с тем, когда дверь открывает Бог. Разве не так? Я подумал, что нам надо поговорить сегодня об избавлении от гордости. Всё это упование на себя — от гордости. Избавьтесь от гордости. Вы думаете, что сделаете для себя лучше, чем Бог? Почему сказано, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас». Потому что Бог говорит, «Не пытайтесь понести то, что вы не сможете понести». Так что возложите заботу на того, на кого надо. Говорите, что доверяете Мне, возложите свои заботы на Меня. Аллилуйя. Слава, слава, слава Богу. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Я так рад, Господь. Слава Богу. Будь эта церковь поменьше, я бы пробежал круг. Слава Богу. Если я сам решу это сделать, это будут собственные усилия. Но если Дух Божий даст мне благодать, я сделаю. Ну а собственными усилиями я устану. Буду тяжело дышать. Нет, это плохая идея. Вам понятно, о чём я говорю? Вот что хочет сделать Бог. Он желает сделать великие дела в вашей жизни. И вы знаете, что у вас не будет иного выбора, кроме как воздать Ему славу, потому что знаете что? Зная, что это дело сделал Бог, вы никак не поставите Его в заслугу себе, потому что будете недоумевать, как это вообще произошло. И потом вы будете испытывать великую радость от того, что будете говорить людям. Это сделал Бог. Как это произошло? По благодати. И вы не можете хвалиться собой. Как вы сможете хвалиться? Вы даже не знаете, как это всё так срослось. Всё, что вы знаете, это то, что вы взяли трубку, набрали номер, и через минуту всё решилось. Как? Почему? Вчера мне позвонили по делам бизнеса, и я подумал, да, часа полтора уйдёт на всё. Придётся прорабатывать все детали. Честности тут не жди. Так что придётся поработать. Я выдвину своё предложение, потом он скажет неправду. Я отвечу, неправда. Этого мы делать не будем. Я думал, что всё будет происходить именно так. Однако же... Прошло 30 секунд, и собеседник сказал, как вам угодно. Сделайте это тогда и так, когда и как вам удобно. Просто пришлите мне счёт. Я сказал, а, ну хорошо. Вам надо научиться вовремя замолчать. Я сказал, спасибо, было очень приятно поговорить с вами. До свидания. Что произошло? Благодать. У меня не было никакого плана. Я не знал, что конкретно надо делать. Просто решил поговорить и посмотреть, что будет. Спасибо, Иисус. Вы готовы развестись со своими собственными усилиями. Кто-то станет возражать, «Нет, нет, нет, брат Доллар, надо что-то делать, надо что-то делать, нельзя же сидеть сложа руки». А я и не говорю вам сидеть сложа руки. Если вы будете уповать на Бога, у вас будет много дел. Если вы будете уповать на Бога, у вас будет много того, что надо делать, в том числе противостоять мыслям, которые дьявол будет вкладывать вам в голову. Кто-то скажет, «Я верю в то, во что я верю». То, что вы говорите, еще не значит, что так и есть. Вы убедитесь в том, что делать придется много чего. Поверьте мне, если вы будете верить Богу, недостатка в деятельности не будет. со всеми исповеданиями, которые вы делаете, надо будет следить за правильностью мышления. Дел вам предстоит много. Гарантирую вам, дьявол обеспечит вам полную занятость, потому что он не хочет, чтобы вы ходили с проявленными свидетельствами и говорили людям о том, что благодати достаточно. Самое последнее, чего хочет дьявол, это чтобы мы, сталкиваясь с проблемами, говорили друг другу, «Знаешь что? Благодати достаточно». И вдруг благодать становится самым главным выбором. Благодати достаточно. Это уже все сделано. Бог обеспечил благодать, и дьявол ничего не может с этим сделать, и потому атакует ваш разум, чтобы не воссиял вам славный свет Евангелия Христова. Речь идет о благодати. Апостол говорит о благодати. Дьявол будет атаковать ваш разум, потому что не хочет, чтобы вы слышали об этом славном Евангелии благодати. Хорошо, продолжим. 23 стих. «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Это вам понятно, да? Расширенный перевод. «Но тогда, как ребенок женщины-рабыни был рожден по плоти и имел обычное рождение». Имел обычное рождение. Слава Богу! «Сын свободной женщины был рожден во исполнении обетования». Это дает вам знать, Бог исполнит свое обетование. Если вы перестанете мешать, он исполнит свое обетование. У нас есть много обетований Господа, и он исполнит все. Он исполнит свои обетования. Он исполнит свои обетования. 24 стих. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Итак, здесь говорится, что эти две женщины символизируют два завета. Апостол хочет нам показать это. В первой главе Евангелия от Иоанна говорится, что закон пришел через Моисея, а благодать — через Иисуса. Закон пришел через Моисея и был дан на горе Синай. Не помню, в какой именно момент, но первые скрижали Моисей разбил. Потом ушло время на то, чтобы он вернулся к Богу, и Бог дал ему новые скрижали. Но когда пришел закон, когда он был дан, пять тысяч человек умерло у подножия горы Синай. А в день Пятидесятницы у горы Сион пять тысяч человек родилось свыше. Итак, здесь апостол показывает вам аллегорию относительно этих двух заветов. Вы находитесь под одним из них. Ясно, что мы не под этим заветом. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим — это Второй Завет. Иерусалим свободен. Он — Матерь всем нам. Вам надо обязательно принять эту истину. А Вышний Иерусалим свободен, Он — Матерь всем нам. Ибо написано, «Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Он говорит, «Возвеселись, неплодное, потому что у тебя будет гораздо более детей, чем у той, что под законом». 28 стих. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Мы, как Исаак, дети обетования. Что делает нас подобными Исааку? Исаак — сын обетования. Подобным образом и мы, дети обетования, потому что Бог обещал нам Духа Святого». Что тут важно? В этом Новом Завете Дух Божий придет и уже пришел к нам. Он будет жить в нас, и Он будет вести и направлять нас. Наша жизнь будет подводительством Духа Божьего, а не закона. Мы — дети обетования. Скажите, «Я — дитя обетования». Как и Исаак. «Я — дитя обетования». Не как Измаил, который был рожден по плоти. Послушайте меня. У вас есть выбор — вести себя как подобный Измаилу или как подобный Исааку на основании того, включены или отключены ваши собственные усилия. на основании того, включена или отключена ваша плоть, на основании того, что вы не пытаетесь своим поведением заработать то, что Бог уже сделал. Вы — дети обетования, а не плоти. Уповайте на Бога. Будьте подводительством Духа. Принимайте то, что Иисус уже сделал. Очень просто. Уповайте на Бога. Будьте подводительством Духа. Принимайте то, что Иисус уже сделал. Для людей, действующих по плоти, этого недостаточно, потому что плоть хочет быть как Измаил. Почему? Потому что если у плоти есть закон, у нее есть что делать и есть, что ставить себе в заслугу и чем хвалиться. Но под благодатью единственной значимой личностью является Иисус. потому что все мы принимаем через Него и хвалимся Им. Через Него мы принимаем все, что нам необходимо, и свою жизнь мы живем под водительством Духа, а не закона. Скажите еще раз. «Я — дитя обетования». 29 стих. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу?» Он говорит, что так происходит и в наши дни. «Видите это?» «Рожденный по плоти преследует того, кто был рожден по духу». Вот это да. Лично я вначале не испытывал такого на своем опыте, потому что не открывал себя для этого. Я уже знаю, что религиозные люди думают о моем учении. И я уже знаю, что они чувствуют относительно Него. Я думал, что они не смогут ненавидеть меня больше, чем тогда, когда я учил о преуспевании. Я думал, что это было пределом ненависти. О, нет! Когда я стал говорить людям об Иисусе и о том, как Он прощает вас однажды и на все времена, это вывело религиозных людей из себя. Да кто вы такой? Вы ведь своим учением даете людям лицензию на грех и плохое поведение. Когда я стал учить о десятине, о том, что мы не отдаем ее под законом и что нам надо учиться, как отдавать ее под благодатью, люди расстроились и сказали, «Такое в своей церкви мы сказать не можем, потому что люди перестанут отдавать». А я им отвечаю, «С тех пор, как я стал делиться этим посланием, даяния стало больше, чем когда-либо». Потому что вы теперь свободны чтить Бога вместо того, чтобы исполнять требования закона. Но религиозные люди этого не понимают. «О, этот Крефлодоллар!» Вот что я вам скажу. Из-за того, через что он прошел в 2012 году, он лишился рассудка. Я не знаю, в общем, он съехал с катушек. Если так, то жаль, что я не съехал с катушек еще раньше. Лучше бы это произошло еще 20 лет назад, потому что я узнал такое, что абсолютно изменило мою жизнь, мое служение. Благодаря дарам, которые дает мне Бог, у меня мир и радость, которых раньше никогда не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok